Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем об оксиметаллоне, об остальных его... Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгала почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. В применениях, да, так скажем, в сферах применения не только качки применяют. Кому интересно о том подробно, как применять оксиметаллон, я снимал отдельный выпуск, он будет по ссылочке в конце видеоролика. Дорогие друзья, значит, оксиметаллон у нас применяется в медицине, в основном в Штатах, по нескольким причинам. Это у ВИЧ-инфицированных и это при анемических состояниях. Причем даже при анемических состояниях, которые были спровоцированы онкологическими событиями. Подробнее, да, чтобы не быть голословным, я вам накидаю исследования с ПАПМЕДА. Ссылочки, как всегда, будут внизу в описании на ПАПМЕД. А здесь я просто резюмирую основную идею по оксиметаллону. Сначала для обычных людей, потом немножко поговорим об анемии и, конечно, о ВИЧ-инфицированных. Для обычного человека нужно понимать вот что. Нужно сдать перечень анализов, которые я перечислял в видео, которое будет по ссылке, это отдельная тема. Но, соответственно, нужно не забывать одной вещи, о которой мы подробно затронем, когда будем разговаривать сейчас о ВИЧ-инфекции. Но если коротко подводить, резюмировать, да, что нужно и человеку, у которого есть ВИЧ-инфекция, и человеку, у которого нет ВИЧ-инфекции, и у человека, у которого есть анемия, он был там на курсе тестостерона, допустим, и решил перекрыть, да, оксиметаллоном анемию, допустим, и так далее. Вот что нужно понимать. Первое. Когда мы прошли курс оксиметаллона, и печень, и кишечник, это очень важно, будут требовать детокса. Да, печень будет требовать больше детокса. Но, как правило, из-за связи, которые я рассказывал, да, кишечник-печень, печень-кишечник, когда мы с вами вместе читали учебники патологии, кто не застал, естественно, все есть, все ссылки есть, соответственно, на канале, точнее, все видео, заходите, мы очень часто читаем медицинские учебники. Вот именно, когда мы говорили о связи кишечника и печени, да, что это взаимосвязанные процессы, а желчи, вот, то здесь, конечно, длительное применение оксиметаллона, а иногда не очень длительное, даже в течение месяца, он может повлиять на эти вещи. Нужен детокс. Потом, опять же, один человек, вот, у нас пропивает оксиметаллон, условно здоровый даже говорит, и вот, знаете, мне все хорошо, набрал 10 килограмм мышечной массы. Другой говорит, знаете, я набрал 10 килограмм мышечной массы, но мне там что-то плохо, да, там и цвет кожи поменялся, или там печеночные ферменты подскочили, или ЖКТ расстройство, и так далее, и тому подобное. Все зависит от вашей генетики. Поэтому, насколько будет вот этот глубокий ваш детокс, насколько глубоко вам придется перелечиваться, или, может быть, не придется лечиться совсем. Это все показывают анализы. Причем взвесить все за и против на приеме оксиметаллона можно еще до курса. Предсказать, какая у вас будет та или иная реакция. По логике, по анализам, чем больше, соответственно, чем критично, у вас вылетают анализы печеночных маркеров, кишечника, да, отдельно. То есть, можно посмотреть, сделать узибрюшную полость. Хуже будет, если у вас есть взвеси в желчном пузыре, проблемы с оттоком желчи, если есть. Итак, дорогие друзья, сейчас поговорим об оксиметаллоне и анемиях. Это, соответственно, рабочая тема. На Западе в небольших дозировках используют женщины при различных анемиях. Все как бы с этим хорошо и замечательно. И здесь надо заметить вот какой нюанс. Никто не спорит с тем, что помогает при анемиях. Без вопросов. Даже если дополнительно не помогать железом, все равно с железом в крови будет лучше. Но! Вот какой момент. На мой взгляд, это не совсем оправданно при классической анемии. По той причине, что, опять же, ситуация с детоксом. Детокс будет массовый. Вам столько всего нужно будет пропить, проесть, соответственно, проделать, что это просто никак не коррелируется с тем, что вы хотели просто быстрее закрыть анемические процессы и проще. Но! Если анемия вызвана хроническими заболеваниями, генетическими, экологическими и так далее, то в случае тщательного изучения анамнеза это может быть очень оправданно. Поэтому, в общем, дорогие друзья, мы зафиксировали, что единственное, когда это работает, это в случае, когда это генетика, что-то еще там серьезное, да, анемические состояния. То есть неоправданно при, там, я не знаю, какой-то классической анемии, где можно справиться с железом хелатным, бахать туда оксиметалл. Ну, никак. По крайней мере, оксиметаллон решает еще и транспорт железа, да, все эти метаполические процессы с железом. Соответственно, поэтому мы должны в первую очередь понимать, что у нас проблемы с метаполизацией железа. Но если у нас оно усваивается, но мы такие, а вот будет лучше просто курсануть оксиметаллоном, чтобы, там, почему-то, потому что он у меня в ящике лежит, завалялся из-за разряда, так делать не надо. Вот. Потом подбираемся к самому интересному. Огромное количество исследований, где оксиметаллон прекрасно работает при ВИЧ-инфекциях. Самое, что интересно, часто сочетается, если ВИЧ-инфекция сочетается с иномическими состояниями, такое бывает частенько, они используют метформин. Вот метформин и здесь нашел свое применение. При гипоэлитроцитозе используют. И данные показывают, что элитроцитов становится больше. Вот. Это очень интересно. Это очень интересно. И, соответственно, что хотелось бы сказать. К сожалению, в России все это дело запрещено, я напоминаю. Но, тем не менее, нужно помнить, что Запад показывает отличные результаты. Особенно эти отличные результаты хорошо описаны, при аппортонистических инфекциях. И здесь я бы провел параллель со здоровыми людьми. Потому что у здоровых людей бывает состояние из-за тотального уничтожения кишечника ввиду каких-то других заболеваний, помимо ВИЧ-инфекции. В общем-то, тоже наступает инфицирование. Да, тот же синдром избыточного бактериального роста. Когда, ну, просто, что при ВИЧ-инфекции, что при Сибре, кандида растет очень нехило. Ну, конечно, при ВИЧ-инфекции, это вообще тотальных масштабов достигает. Но, конечно, при, соответственно, выраженном синдроме избыточного бактериального роста тоже немало. Плюс еще накладываются другие вирусы Штейна, Барр и так далее. И когда мы хотим повысить, вывести человека резко в ремиссию, повысить его иммунный ответ, конечно, здесь оксиметалон просто может быть незаменим. При условии, что деятельность его печени относительно у нас нормативная. У нас к ней нет каких-то претензий, по крайней мере, в виде нового образования. Желчекаменной болезни, нарушение желчь от тока. Соответственно, ну и каких-то других скрытых проблем. В общем, каких-то гипотозов. Назовем это все вместе гипотозами. И, в общем, ничего такого у нас нет. У нас есть только проблема с тем, что мы в какой-то причине просадили иммунитет. И бывает такая вещь еще, когда иммунодефицит неприобретенный. Приведу пример, допустим, по каким-то причинам, чаще всего генетическим. Ребенку в детстве удаляют, у меня была такая пациентка, удаляют лимфатические узлы. Оправданно это, неоправданно. Сейчас такой жести стало меньше. Но вот в 90-е с этим чистили, честно говоря. Начало 2000-х еще. И у нас есть такая категория пациентов. Там тоже проблема с иммунной системой. И я заметил такое, естественно, с лишним весом и так далее. И, соответственно, в общем, талон позволяет это работать. Из-за того, что и связочка, они как бы с метформином друг кружку очень хорошо усиливают. Несвязка очень небольшая. Поэтому, если проблемы с иммунной системой, и, соответственно, вы имеете возможность провести терапию, предположим, что не на территории, да, находитесь Российской Федерацией, на территории Российской Федерации, это все запрещено, то флаг вам, как говорится, в руки. Возможно, вы очень на правильном пути здесь. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто хочет поучиться, я всех вас жду на своих платных онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok